В ходе пресс-конференции прокурор Бельской области Иван Носкевич ответил на вопросы журналистов, которые касались многих сфер по обеспечению безопасной жизнедеятельности и предупреждению вреда жизни и здоровью. Одной из актуальных тем, которая была поднята в ходе мероприятия, стал законопроект об ожесточении ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Предполагается, во-первых, дополнить статью 317 УК Республики Беларусь частями 4 и 5, согласно которым, за совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения и повлекшим гибель, соответственно, части 4 одного лица, либо часть 5 двух и более лиц, предполагается повышенная ответственность только в виде лишения свободы. Кроме того, при этом предполагается специальная конфискация транспортного средства, независимо от того, кому оно предложало, виновному лицу, либо иному лицу. Кроме того, согласно тем изменениям, предполагается конфискация транспортного средства в случае совершения преступления, предусмотренного статьей 317 Прим УК Республики Беларусь, а именно повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Наступательная и активная позиция прокуратуры Брестской области в сфере борьбы с преступностью и коррупцией, постоянный мониторинг соблюдения законодательства привели к активизации работы всех правоохранительных органов в прошлом году, что уже принесло ощутимые результаты и в будущем будет способствовать снижению уровня преступности в этой сфере. Нами активизирована в нынешнем году коррекционная работа по борьбе с коррупцией и преступностью в целом. Это проявляется в проведении ряда коррекционных совещаний по борьбе с преступностью и коррупцией. Это выражается в даче указаний по уголовным делам, по материалам проверок, в даче оценки законности принимаемых решений по уголовным делам, по материалам проверок, в изучении дел оперативной проверки, в даче санкций по делам ОРД. Снижение уровня коррупционных преступлений в таможенных органах – наглядный пример слаженной и целенаправленной работы в этом направлении. И в первую очередь это заслуга работников прокуратуры, которые следят за соблюдением действующего законодательства. Схлынула уже волна выявления коррупционных преступлений в таможенных органах. Я думаю, этому способствовало все-таки ужесточение самой профилактической и предупредительной работы непосредственно в таможенной структуре. Ну и то, что ряд, конечно, государственных органов ведут такую планомерную, целенаправленную работу по предупреждению данного рода преступлений. В преддверии праздничной даты, конечно, разговор был не только о делах и работе. Иван Носкевич поздравил своих коллег с праздником и пожелал крепкого здоровья и профессионализма, так как от того, насколько плодотворной будет их работа, зависит правовая защита граждан и надежность действующего законодательства.